Бокер Тов, доброе утро дорогие друзья! Мы начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы Трума и поговорим сегодня о Ковчеге. Что такое Ковчег? Это ящик, где находились свидетельства союза, скрижали, которые Маше получит на горе Синай. Написаны размеры Ковчега, 2,5 локтя длина, 1,5 локтя ширина и 1,5 локтя высота. Такой ящик небольшой. Сколько это локоть? Есть мнение, что это 46 сантиметров, 48 сантиметров, 60 сантиметров. Нам чтобы было хоть немножко что-то понятно, мы возьмем грубо, что это 50 сантиметров. Потому что нам было легче представить себе что-то. Потому что все время локоть менялся в зависимости от поколения. Написано в Торе, что локоть это единица измерения, которая меняется в зависимости от поколения. В одном поколении средний рост человека один, в другом другой. Получается разные размеры в сантиметрах. Мы смотрим. Длина Ковчега получается 1,25 м. Ширина получается 75 сантиметров. И высота тоже 75 сантиметров. Что собой представлял Ковчег? Он был из трех ящиков. Сначала сделали золотой ящик. В него вставили ящик деревянный из дерева шиким. И внутрь этого ящика опять золотой вставили. И получился с всех сторон он золотой. Крышку Ковчега. Всевышний сказал изготовить из одного слитка. Чудесным образом. Надо было ее выковать из самой крышки. Это чудо невероятное. Как мог сделать это бицелель трудно себе представить. Но написано, что Всевышний дал ему особую мудрость. И он ее сделал. Мало того, что она крышка прямоугольного размера. Так из самой крышки еще были вырублены кровы. Кровы это как ребенок с крылышками. И по концам крышки они стояли. И крыльями касались друг друга. Так вот наши мудрецы пишут в трактате SATA 5A. Что толщина крышки была в ладонь 7,5 сантиметров. И написано в книге Живая Тора, что легко посчитать. Что до вес крышки 17 талантов. А это около 1135 килограмм. А у нас не так много золота. И если такая крышка. И стенки ковчега. Тоже есть менее 7,5 сантиметров толщина. И сколько может такой ящик весить из золота. Тем более было два ящика. Больше и меньше. Это вес получается невероятный. Даже взять их один миллиметр толщиной. Они все получаются очень большие. По весу. Невероятно. Потом. Если только крышка 1135 килограмм. То сами кровы какой-то вес имели. И это золото. Это не простой металл. Он очень тяжелый. Получается это невероятно тяжелое изделие. И тогда мы представим себе еще две скрижали. Наши мудрецы говорят. Они были по размеру ковчега. И есть мнение. Что они составляли собой. Если сложить две скрижали. Получается кубик. Локоть локоть на локоть. 50 на 50 сантиметров. И. Мне один парень. Ученый. Подсказал. Что это. Около 450 килограмм. Если они сделаны из сафира. То это. Очень плотный камень. И вес его очень тяжелый. Если взять. По обычному. Еще представить себе. Что в том ящике. Там были. Кольца. На которых держатся. Шесты. Они тоже должны быть. Огромного размера. Мощные. Золотые. Потому что. Если на шестах. Носить ковчег. Таким весом. Который. Тонны весит. Это вообще невозможно. И. Шесты. Сломаются. Деревянные. Очень бревна настоящие. Чтобы на них поднять ковчег. То есть. Здесь. Или чудо. Или никак. Есть. Конечно. Другие мнения. Мудрецов. Которые. Просто. Показывают. Рабиса Диагаон. Допустим. Он. Показывает. Что он тоненький. Там. Миллиметры. Какой-то. Крышка. Ковчега. Невероятные. Размеры. Тогда только чудо. Потому что. По другому. Мы объяснить. Это не сможем. И. Интересно. Что. Наши мудрецы говорят. Что. Ковчег. Сам. Носил. Своих. Вот так. Потому что. Никто его. С места. Не извини. То. Что. Приподнять. Поэтому. У нас. Мы. Будем дальше. Разбирать. И. Учить. Что. Наш. Сегодняшний. Урок. Заканчивается. Урок. Был дан. За. Поднятие. Души. Моего. Папы. Яков. Бен. Нахум. За. Мой дядя. Владимир. Бен. Григорий. Леви. Бен. Шмуэль. Хая. Малка. Бат. Иосиф. Мир. Мир. Бат. Враган. В памяти. Ури. Бен. Мендель. Мендель. Евгений. Бен. Софья. Моисей. Бен. Бен. Берта. Евгения. Бат. И. За. Хороший. Ши. Встреч. Блин. Эдер. Ближайший урок у нас будет в скайпе. Групповой урок. Мы учим Тору в час дня. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.